Спасибо за поздравления. Ну, как говорится, в прошлые разы, как бы, удача была у меня, ну, больше на третью гонку, на воскресенье, на протасов Яр. Сейчас так сложилась гонка, что были погодные тяжелые условия, как бы, нас, это, ну, меня, я люблю ездить в дождь, ну, когда холодно, вот, допустим. И решили в конце поставить на меня. Получается, знаете, как в велоспорте, кто-то, кому-то идет в дождь ездить, кто-то вообще не может, ну, как под дождем ездить, потому что ноги болят, начинаешь задыхаться. И участки были опасные, вот в лесу, там, в бугор, получается, был такой отрицательный правый вираж, в него нужно было заходить осторожно, потому что можно было, как бы, упасть и потерять все. За 7 километров до финиша прокололся, но, да, но, как бы, доехал. Получается, атаковал здесь на равнине, мы уехали с немцем, по-моему, если я не ошибаюсь, сделали преимущество 30 секунд, и в последнюю гору я еще раз атаканул, и у меня получилось уехать. Ну, все хорошо, дома, приятно всегда выигрывать, мы настраиваемся, завтра еще будет гонка, послезавтра гонка, как бы, все хорошо, очень рады. Ну, будем, у нас одна тактика, будем пробовать выигрывать, все равно кто выиграет, лишь бы, как бы, наша команда, мы настроены все, проехали ряд тяжелых гонок. И, в принципе, ну, пик формы у нас довольно-таки нормальный в данный момент. Было такое, что с белорусом в прошлом году, с поляком я приезжал. Были австрийцы, вот такие решающие, как бы, у нас были, ну, борьба за первое место, в данном первый раз. Буду настраиваться, как получится, у нас много шесть человек, не я один хочу победить. Ну, будем стараться, да. Номер 145, Махайло Ковененко, Украина. Продолжение следует...